В этом уроке мы с вами поговорим про Anim Notify. Это тоже очень-очень полезный механизм. Давайте мы с вами откроем какую-нибудь анимацию. Так, бега. Получается вот этот вот бег, судя по всему, который у нас сами где-то используется. И в чем стоит суть вообще Notify? В том, что мы можем поставить вот на этой шкале различные события, да, и затем эти события в Event Graph'е вызвать. То есть, например, когда у нас анимация будет вот на этом самом месте, мы можем добавить Notify и вот тут каким-то образом обработать. Давайте мы с вами это сделаем для теста. New Notify. Назовем, например, Test. Сохранили. И теперь вот здесь у нас с вами появился вот этот вот Notify, Anim Notify Test. Ну, собственно, в нашем названии. Ну и просто давайте просто Hello World выведем. Вот. И теперь, когда я буду бегать, видим, да, когда у нас анимация в какой-то момент там, ну, выполняется, вот именно в этом кадре, собственно, у нас, видите, вызывается Anim Notify. То есть, очень простая теория. Давайте мы с вами сделаем теперь что-нибудь более интересное, более практическое. Вот этот Notify мы удаляем. А что-то добавляем новый Notify. Если говорят, он остался на самом деле, то есть мы с вами его удалили, но на самом-то деле он остался. Если, допустим, вы хотите вообще их удалить, тут где-то был Animation Notifies. Вот, да, тут он имеется, тут уже можно его удалить навсегда. То есть, если он вам не нужен, а мне он не нужен. Значит, я хочу сделать следующее. Значит, я хочу, чтобы, когда у нас персонаж наступает на поверхность ногой, у нас там проходил какой-нибудь там взрыв, к примеру, там. Ну, как правило, используют звуки, но звуки это банально. Давайте мы вот что-нибудь поинтереснее сделаем. Значит, вот у нас персонаж, вот анимация, значит, я начинаю двигать. И вот, бац, да, наступил левой ногой. Давайте с вами добавим новый Notify, New Notify. Я назову, например, его Left Step, да, то есть это левый шаг. Дальше, вот, второй наступил, и вот на этом самом месте делаю Right Step. Разумеется, там их можно, да, подрегулировать, подвинуть влево-вправо, это тоже все допустимо. Теперь, значит, снова у нас Left. Добавляем. Тут, видите, уже, поскольку у нас уже он есть, мне нужно его повторно создавать, поэтому я пишу просто, выбираю просто Left Step и все. Ну, и то же самое Right Step. Вот таким вот. Теперь у нас, собственно, будет вызываться эти четыре, ну, два события, четыре раза, каждая по два раза будет вызываться, Left Step и Right Step, когда эта анимация будет проигрываться. Поскольку у нас с вами он еще и ходит, мы можем с вами так же аналогично совершенно сделать с вот этой вот анимацией. Да, то есть опять же, вот у нас Left. Давайте с вами мы это сделаем. У нас, поскольку для скелетона Notify уже созданы, поэтому нам не столько лишь нужно указать, какая именно. левая или правая нога. А, получается, тут левая, а вот это на самом-то деле правая должна быть, поэтому нам тут нужно Replace, With Notify, и тут у вас не влезло, к сожалению, но тут на самом деле есть Right Step. Я просто-напросто меняю. То есть вот у нас правая нога, левая нога, снова правая нога, и снова вот левая нога. Где-то тут. Кстати говоря, еще можно их так вот копировать, вот, и здесь вот делать Paste. Только почему-то сейчас это не получилось. Copy, вот, Paste. Вот, то есть так тоже бывает удобно, потому что иногда на Notify можно тут настраивать. Вот, например, если у нас тут мы добавили какой-то Notify, например, Play Sound, или Play Particle Effect, или еще что-то, вот, то мы тут можем без проблем звуки настроить там и прочее. Громкость, это все, в принципе, легко сделано. Но я предпочитаю все-таки все эти вещи делать непосредственно в соответствующих классах, а не использовать готовые инструменты здесь. Вот, но это такое, только программисты меня смогут понять. Так, значит, надо проверить еще раз ее, потому что, возможно, у тебя тоже ошибся. Значит, вот у нас левая, правая, левая, правая. Ну, вроде тут. А, нет, постойте, все напутал. Да, это у нас получается правая. Вот, дальше у нас идет левая. Дальше снова правая и снова левая. Ну, теперь нормально. наша задача будет не важна, потому что, но в целом, это может быть важно, например, если вы будете делать звуки и вам нужно, соответственно, точно указать позицию, где этот звук происходит. И вам, вам будет, ну, как бы, допустим, это будет очень важно, либо звук здесь, либо вот на несколько сантиметров, там, левее или правее, и звук будет здесь. Да, то есть это вот, то есть вы просто, по сути, берете позицию кости какой-нибудь, какой-нибудь подошвы, например, если мы откроем персонажа, да, вот у него, видите, есть косточка foot R. И, соответственно, вы можете там, где она находится, она находится вот в этом вот месте, вы можете звук либо здесь произвести, либо здесь. Ну, ладно, тут давайте выберу ее. Foot L. Либо здесь, либо здесь, зависит от того, что у вас левый или правый шаг сейчас сделан. Вот. И вы в этом вот месте производите звук. Вот. Но это так, для чего вообще нужно левое и правое. Так, в принципе, для нашей задачи это совершенно сейчас ни к чему. Значит, теперь нам нужно в анимационном блупринте непосредственно эти Notify создать. Ну, события сами вызвать. Вот у нас Left Step и вот у нас Right Step. Поскольку логику вообще нужно делать ни в коем случае тут не в анимации, то есть, если левый шаг, значит, нужно передать все управление уже непосредственно нашему характеру. Поэтому открываем нашего характера и вот у него вот здесь, давайте мы с вами создадим какой-нибудь Custom Event. Назовем, например, его Step и сделаем входной параметр, например, из Left. Предположим, это важно, хотя, еще раз говорю, для нашей самой задачи это будет, наверное, не очень важно. Хотя, посмотрим, может и будет важно. Я еще подумаю, как это сделать. Значит, теперь мы должны из нашего характера вот эту вот функцию вызвать. Вот это вот событие, да, Step и поскольку у нас это нога левая, я здесь эту галочку ставлю. А здесь я вызываю ту же самую функцию, только галочку из Left я ставить не буду. То есть, вот мы с вами обработали. Теперь мы с вами уже оказываемся здесь и давайте на скорую руку быстренько в PrintString выведем и посмотрим, как это работает. То есть, вот так это работает. Да, то есть, у нас каждый, при каждом шаге, неважно, левый, правый, выводится Hello. Все. Прекрасно. Значит, теперь все-таки я, да, буду использовать Left или Right. Мне кажется, хочется вам показать, как, например, я вам хоть и сказал, надо получить позицию вот этого, этой кости. На самом-то деле вы можете не догадаться, как это сделать. Хотя это, в общем-то, интуитивно понятно. То есть, берем Mesh, потому что кости находятся именно в нем. И вот нужно найти просто вот Location ввести и посмотреть, какие здесь функции есть. И если здесь внимательно приглядеться, здесь выбор совершенно небольшой и можно обратить внимание на GetSocketLocation. И как раз в качестве сокета можно передавать либо сокеты, но сокеты мы с нас сами тут не создавали, но он также здесь можно передавать и название костей. Вот. И дальше нам вернем, по сути, местоположение. Давайте с вами я вам покажу этот момент. Тут давайте мы сами напишем, ну, например, FootL T. Вот. Ну, можно скопировать отсюда название. Ну, я просто его перепечатал. перепечатал. И вот видите, мне все время показывают, где находится у меня вот эта вот кость FootL. Именно непосредственно ее местоположение в мире, ее координаты. Прекрасно, все работает. И теперь мы можем эту информацию использовать для того, чтобы сделать такой, как бы, под ногами небольшой взрыв. У нас тут имеются различные particle системы. мы хоть их с вами еще не проходили, но для того, чтобы его использовать, не нужно особо ничего знать. Вот, например, здесь такой взрывчик. Меня он вполне устраивает. Я хочу его использовать. Для того, чтобы запустить этот вот particle system, есть функция Spawn Emitter Add Location. Сразу выбираю вот этот вот взрыв. И здесь нам нужно указать его местоположение. Собственно, оно у нас вот оно есть. в принципе все можно проверить. Вот теперь мы вновь видим, когда мы сами бегаем, неважно левый или правый шаг, у нас под ногами происходит взрыв. Давайте сами мы его уменьшим в пять раз. Поэтому поставим 0,2. Вот, да, то есть вот у нас такой взрыв. Но независимо от того, какой мы ногой наступили, почему-то всегда происходит взрыв под левой ногой. Вот как раз тут нам пригодится вот этот вот из left. И нам нужно зависит от того, какой здесь находится из left выбрать либо foot-L либо foot-R. Конечно, можно было поставить branch, тут вот так, сдублировать все вот это вот, да, потом и еще раз сдублировать, тут написать foot-R, поставить на false. Ну, я думаю, вы суть поняли, то есть, но это способ безобразный, так делают только самые-самые вот начинающие программисты, которые самые вот буквально три дня начали как осваивать. Значит, в реальности нужно делать вот так вот. Значит, тащим вот отсюда и используем знакомую нам функцию select. В качестве индекса мы подаем это булевое значение и дальше, собственно, если у нас значение true, то есть, если из left, тогда я выбираю вот этот вот foot-L. Если же у нас из left будет false, это означает то, что у нас это правая кость, я выбираю foot-R. Ну и все, и дальше, собственно, у нас эта позиция определяется этой кости и в этом самом месте у нас проигрывается particle system. и вот теперь у нас то под левой, то под правой ногой эти взрывы происходят. То есть, вот так это работает. Думаю, что такой весьма интересный эффект. в принципе тут все. Можно было, например, еще и звуки добавить. Для этого вызовем функцию play sound at location. Опять же, берем вот этот вот location. Ну и в качестве звука я не знаю, что тут у нас есть. Какой-нибудь explosion у нас есть. ну не знаю, пусть будет этот. Ну, я думаю, вы поняли, как это работает. То есть, ну это на ваше усмотрение. То есть, в принципе, все что угодно. Кстати говоря, вот если бы тут у нас был бы звук шагов, да, могли бы, например, спокойненько звук шагов. Просто единственное, что, конечно, я рекомендую делать Q-файлы. Взять, например, если вы делаете звук шагов, то взять несколько различных звуков, да, то есть, допустим, вот у вас есть там бег, не знаю, по дереву. Берите там сразу 4, 5, 6 различных звуков по дереву. Через Q-файл и рэндом, мы, помните, с вами это уже делали, вызывайте их. Ну, соответственно, дальше Q-файл вот сюда. И дальше у вас получится уже звук шагов реализованный. Вот правда, он будет только там либо деревянный, либо там, не знаю, по земле какой-нибудь бег, да, то есть для того, чтобы определять еще и какой именно звук поставить, в зависимости от поверхности, для этого уже нужно использовать physics material, то есть, ну, кратненько скажу, потому что, в принципе, это, ну, что-то, углубленная тема, это, по сути, как реализовать какую-то механику. Это уже не относится к обучению, относится уже к конкретной какой-то задачи, такие задачи бесконечные множества, как вы понимаете, все не рассмотришь, но кратко скажу, как это можно реализовать. Сюда эти физический материал, select, и, в принципе, ну, можно тут как угодно его назвать, не суть. Дальше вы этот физический материал можете установить, например, в каком-нибудь материале. Например, здесь у вас материал, там, дерево. Где он, материалы, вот, например, ну, не важно, да, вот, допустим, такой вот камень. Физ материал, и выбирайте непосредственно свой материал, который вы создали. То есть, выбрали, и, собственно, потом, когда вы бросаете line trace, мы с вами помним, да, то есть, бросаете line trace, перед тем, как проигрывать звук, и там помним, что у нас, давайте я быстренько напомню, тоже к шкуруку не относится, но все же. Вот здесь у нас с вами имеется, видите, физический материал. Вот он, физ материал. И вы дальше физический материал можете без проблем сравнивать с тем, какой у вас, собственно, там, металл, не металл, и после этого производить тот или иной звук. То есть, ну, это вот вкратце, как это можно сделать. Есть там и другие варианты, как это можно сделать. Это совершенно не так важно, да, то есть, там способов много, это только вам один из множества показал. Вот. Ну и, собственно, примеров вообще применения на T5 очень много. То есть, также, например, если вы делать какой-то урон, персонаж, допустим, вот у вас есть там анимация удара, ну, не знаю, там каким-то там, тут у нас я особо не вижу анимации, но, допустим, какой-нибудь там удар мечом, к примеру, и у вас там какая-то длительная анимация. И, соответственно, урон нужно наносить в тот момент, когда, допустим, меч находится где-нибудь, как-нибудь, не знаю, показать вам. Так, сейчас. Вот, допустим, у вас меч так вот идет, он идет вот сюда, вот, и когда он, собственно, где-то будет в этом вот месте, то есть, такой взмах, то есть, именно как перед противником, вот в этот самый момент, можно, например, сделать на T5, затем этот на T5 перехватить, после кинуть в line trace, и если перед персонажем, как есть какой-то другой персонаж, то тогда мы наносим ему урон. Во время урона, уменьшаем ему жизни, включаем какой-нибудь аним-монтаж, с этим вот принятием урона, то есть, я думаю, эта логика понятна, то есть, на T5, вот, пожалуйста, тут тоже могут использоваться, без проблем. Вот, в принципе, на этом пока что все, спасибо за внимание.